Всем привет! На канале TeachMySkills новости из мира IT и технологий. Спешу вам напомнить, что Microsoft совсем скоро отрелизит новую версию Windows. Windows 11. Система станет доступна для пользователей уже с 5 октября. Кстати, дополнительных вложений не потребуется. Обновления, ну, для тех, кто переходит в десятки, естественно, абсолютно бесплатно. Естественно, Windows сама вам скажет, что пришло время выйти на новый уровень и сразиться с боссом. А вот пойдет ли обнова на вашем устройстве – другой вопрос. Этот момент можно легко проверить с помощью утилиты PC Health Check, либо же с неофициальной WhyNotWin11. Ну и вполне ожидаемо, что все плюшки сразу пользователи не получат. Новая винда будет выкатываться еще практически год с момента релиза. Новость для всех желающих совершить релокейт. И не абы куда, а сразу в USA. Visual Capitalist со ссылкой на Business.org и Бюро статистики труда США собрали карту по средним годовым запешкам у работников технологических профессий в разных штатах. Маленький спойлер. Доходы закордонных коллег, если верить статистике, на 60% больше, чем у белорусских айтишников. Для самых любопытных оставили ссылку на карту в описании. На этом хорошие новости с нового света не заканчиваются. Самый богатый человек по всем официальным рейтингам вместе со своей командой решили расширить штат Амазон по отдельным позициям, а это преимущественно технические специальности, на 20%. Если по-русски, то на 55 тысяч человек. Резюме будут рассматриваться от кандидатов со всего мира, однако места работы распределятся между такими странами, как США, Индия, Германия, Япония, ну и другие там по чуть-чуть. Самое время перебазироваться на китайскую территорию. Тем более, что один из местных айтишников рофлит не хуже древнегреческого Аристофана. Ну, если что, он статирик. Короче, Ли Гуаньи зареведил сайт с одноименным названием «Мой опыт в интернете сегодня». Это такая история прогера о наболевшем. Шедевр Ли Гуаньи – кладезь всех самых неудобных элементов пользования веб-страницами. От куки уведомлений и прось о введении почты до бесконечной рекламы. А если вы хотите потестить и испытать всю боль и ужас этой вселенной, то ссылка на этот супер-сайт ждет вас в описании. Кстати, я вот, между прочим, вчера тестила, пока писала новость, и там просто пипец. Там, ну, такой трэш. Ты заходишь на этот сайт, тут у тебя первое уведомление, потом второе, ты его закрываешь. И так 10 раз, потом тебя просят ввести почту, потом пробуешь скроллить вниз. И, короче, он такой, хочешь узнать нашу информацию, ну, ты обязану подписаться. И там куча всякого нехорошего всплывает, и ты такой думаешь, блин, за что? И еще одна новость – Made in China. Тикток в который раз решил увеличить время для загружаемых видео. Лично я еще, когда скачивала приложение в 2018 году, помню, что супер-максимум для этой приложеньки был 15 секунд. Потом уже обнова выходила за обновой, а время увеличивалось сразу до минуты, а потом до трех минут. Но вот совсем недавно ряду тиктокеров прилетели письма счастья. Бла-бла-бла-бла, что-то на китайском, теперь вы можете загружать видео до пяти минут. Казалось бы, куда уж больше, но предела совершенства, как вы знаете, нет. Избранные снова получили уведомление, что можно снимать 10-минутные шедевры. Чувствую я, что кто-то точит зубик на YouTube. Из одной соцсети в другую, или пришло время узнать, как дела по ту сторону баррикад. Ну, я не устану шутить про несчастного Цукерберга, у которого тикток отжал первое место в рейтинге и стал лидером по скачиванию. Ну, перейдем к сути. Тут в инстаграмчике обновочка подоспела. Ну, и так себе обновочку я вам скажу. Теперь, чтобы инстаграм не ущемлял твои пользовательские права, а приложенька была тебе подвластна полностью, придется раскрыть секретики своей днюшки. Естественно, марка и его Dream Team не заявятся к тебе на Бездой Пайсе. Но вот если ты зажмешь дату, определенный контент будет для тебя безжалостно скрыт. Да, участь ждет не только новые аккаунты. Поэтому, если вы там были на расслабоне и ночили, или следили за бывшими с фейковых аккаунтов без опознавательных знаков, готовьтесь к тому, что вас заколебут уведомления о введении вышеупомянутой информации. Но какой смысл в этих правилах, если никто и ничто не мешает вам придумывать фейковую дату и творить свои темные делишки дальше? Раз пошла такая обзорная аналитика по приложенькам, то не сказать про Telegram, с моей стороны, будет просто преступлением. Аналитическая компания Sensor Tower подвела очередные итоги и заявила с полной уверенностью, что Telegram стал 15-м приложением в мире, достигшим отметки в 1 миллиард загрузок. Сделали кассу, так сказать, индийские пользователи. Именно они составляют от общего числа скачиваний 22%. Россия же оказалась на втором месте. На долю их пользователей выпало около 10% загрузок. А вы знали, дети, кто сейчас круче всех будет хранить ваши секретики? Охохохо! Тут один мегамозг с GitHub разработал крупнейшую модель PAM DURES для Linux, которая генерирует альтернативные DURES пароли. Пароли по принуждению. То есть, если с вашего лэптопа вершатся судьбы людей и ворочаются большие баблищи, а может вы прячете обнаженные фотки где-то в секретном местечке, то эти DURES пароли в случае грозящей вам опасности автоматически удалят все конференциальные данные и быстренько закроют нужные соединения. А, и ссылочку вам оставим, of course. Новость для трудоголиков Google. А, новость для трудоголиков. Новость для трудоголиков. Google оповестил всех своих пользователей о том, что календарь с 30 августа стал уже не тот. Естественно, лучше, ну в отличие от Инстаграма. Теперь для удобства планирования совместной работы можно указывать место, из которого ты работаешь в тот или иной день, чтобы все знали who is where. Если ты жаждешь затестить эту обнову, просто включи функцию в настройках календаря. Важный момент. Такая фича обошла стороной всех нищебродов. Ну, к коим я себя тоже причисляю. Короче, мне все так же будут писать в общий чатик и спрашивать, где же я нахожусь. Поскольку обновления доступны только на семи тарифных планах. Вот они сейчас вот здесь вот показаны у нас. Смотрите, наслаждайтесь, записывайте. И если вы в числе избранных пользователей, ставьте галочки в своем календаре. Наконец-то вселенский контент всеми любимый. А. А, не вижу ни хрена. Наконец-то веселенький контент. Всеми любимый, ну, но и так точно, Илон Маск анонсировал человекоподобного робота Теслабот. Ну, короче, он, наверное, мой выпуск посмотрел первый, да, где я про собаку рассказывала, короче, такой. Она еще и твиттер мой читает, короче, подарю Маргошке робота крутого я. По плану робот будет оснащен системой искусственного интеллекта и набором датчиков, которые используются в автомобилях Тесла на автопилоте. По росту тоже это будет ни разу не фродо. Высота робота будет составлять 172 сантиметра, а весить он будет 58 килограммов. А вот лица не ждите. Вместо него с вами будет разговаривать монитор и выводить важную информейшн. Просто крутотенюшка, я считаю. Ну, вот, например, я бы за мусором. Кстати, я просто мусор забываю его нести очень часто. Ну, я как культуролог по образованию не могу не прикоснуть вас к прекрасному. Тем более, когда за это прекрасное платят много денежек. Ну, тут поет моя еврейская душа. Эрмитаж выставил на продажу собственные NF-токены. В лимитированной коллекции представлены цифровые копии работ Леонардо да Винчи, Джорджоне, Винсента Ван Гога, Василия Кандинского и Клода Моне. Онлайн-аукцион продлится до 7 сентября. Поэтому, как только наш выпуск выйдет в эфир, обязательно побуглите, что за сколько ушло. Начальная же стоимость каждого токена составляет 10 тысяч долларов. Естественно, их также можно купить за крипту. И маленький ликбез. Технология NF-токен, Non-Fungible Token, это невзаимозаменяемый или уникальный токен. Эдакий криптокод, существующий в единственном экземпляре. Он крепится к одному цифровому экземпляру Digital Art. И вот с момента закрепления именно чипированный экземпляр считается оригиналом. Его продают, его выкладывают на торги, на него делают ставки, за ним охотятся коллекционеры. Короче, вполне себе такой прибыльный бизнес. Ну и сегодня это все. Как обычно, пишите в комментах, какая новость у вас вызвала большее количество эмоций. Увидимся совсем скоро. Пока! Всем привет! Это просто секси-морганитар. Пожалуйста, не благодарите. Круче, чем больше остальных. Вообще, я пока ночью писала, вообще было почти... Пойдет ли... Нет, сейчас подождите, глазик чешется, господи. Увидимся совсем скоро, пока. Так нормально будет? Да. Ты не хочешь на стену на место бежать куда-то? Все, ребята, пока, я пошла. Нет, нет. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...